Первый объект, на котором побывал градоначальник, набережная Северной Двины. Работа закипела здесь еще в августе прошлого года, когда был подписан контракт с архангельской компанией «Северная роза». До зимы подрядчики успели выполнить работы по водоотведению и освещению территории. Обустроили смотровую площадку, сделали пешеходные и велодорожки. В условиях затяжной весны в этом году к работам подрядной организации удалось приступить только в середине апреля, когда растаял снег. Сегодня основная задача подрядчиков – продолжить работы по обшивке смотровой площадки эко-материалом, деревом. Выложить территорию этого участка и подходы к нему тротуарной плиткой, заасфальтировать дорожки, подключить освещение. Все это подрядная организация должна успеть в срок, к 6 июня. Именно на эту дату запланирована сдача объекта. К сожалению, в этом году у нас весна затянулась, до сих пор идут дожди. Все это определенные сдерживает работу, но тем не менее все равно мы будем стараться объекты сдать вовремя. Финансирование сегодня у нас все подтверждено и в местном бюджете, плюс нам с федерального бюджета средства поступают. Все необходимые решения на местном уровне приняты депутатами, поэтому сейчас остается дело за малым – завершить объекты. Еще один городской объект – театральный сквер – должен заработать в Котласе 10 июня. Здесь строительные работы также начались год назад. И на сегодня основная их часть выполнена. Территория распланирована, пешеходные дорожки построены, забор установлен. Осталось посеять газон, разбить клумбы, ну и, конечно, установить арт-объекты. Всего их будет 7. Пока они еще в проекте, на бумаге, но уже к июню котлашане смогут увидеть их воочию. Все арт-объекты театральной тематики. Размеры внушительные. Примерно 4 метра в длину и 2 в высоту. Все это будет кузнечная работа, где можно прийти, две маски, встать рядом с этим арт-объектом и сфотографироваться на память. Также к июне в театральном сквере будет установлено почти два десятка кованых скамеек, урн и фонарей. А вот идея с пятиметровым зонтом, который выполнял бы роль сцены, скорее всего, воплотить жизнь не удастся. Вопрос технический, как ее изготовить. У нее большая парусность. И когда мы эти вопросы задавали кузнецам, у них определенные вопросы возникали. И они все фактически сказали, что сделать его невозможно технически. Но мы, наверное, придумываем что-то типа ракушки, вот подсказали тут или что-то еще с тентом таким навесным. Следующий объект, на котором побывал сегодня глава, бульвар искусств возле городского ДК, реализуется пока только на бумаге. 15 мая посредством аукциона будет определен подрядчик, после чего работа закипит и здесь. Первое, с чего начнется поэтапное воплощение замысла в жизнь – вырубка отживших свое кустарников и деревьев. К началу июня тротуарной плиткой будет вымощена пешеходная дорожка от главного входа Дворца культуры до городского парка. Благодаря художникам преобразится и фасад ДК. А на 300-метровой территории вновь испеченного бульвара появятся различные арт-объекты, скамейки, урны и фонари. Открытие творческого пространства пройдет в рамках первого международного фестиваля искусств «Столетник», посвященного столетию Котласа. Мероприятие заработает на открытой площадке ДК 5 июня.